Всем привет дорогие друзья, вы на канале Линд Хассел и сегодня у нас официально началось, наверное, главное событие из мира Play2Earn, из тех проектов, что они залистились, потому что, мне кажется, самое главное событие это все-таки листинг мейджора и он состоится через, сколько там, 8 дней. Увидим, что будет. Итак, но сегодня мы говорим не про это, а, как вы понимаете, про турнир в NotPixel, причем, мне кажется, это реально будет довольно-таки масштабно, хотя потому что уже сейчас в игре активных игроков нулямов 20 точно, даже исходя из данных бота, ну, которые вот сверху написаны, вы, я думаю, понимаете о чем я. И мы сегодня разберемся, что к чему, хоть пока они не дали всю 100% информацию, но, по крайней мере, некоторых я успокою, скажу, что так, что не так и также обсудим тот критерий, который они ввели сегодня и которых почему-то многих ввел в тильт и вот обсудим возможные причины. Итак, давайте начнем как раз-таки с этого критерия. В своем канале они выложили такую новость, которая многих ввела просто, знаете, в возмущение вызвало огромное, что те пользователи, которые не достигли 100 тысяч PX, ну, то есть 100 тысяч поинтов, они не получат никакой дроп, а все их токены вообще будут сожжены. Сразу скажу, кстати, что бета-тестеры, которые не набрали 100 тысяч, они все равно имеют шанс на аирдроп, поскольку за них будет начислено дополнительный, ну, за бета-тест будет начислено дополнительный PX и, скорее всего, вы сможете с учетом их набить эти 100 тысяч. Сразу скажу, не тильтуйте, даже если у вас сейчас 20 тысяч вот этих вот поинтов, то вы все равно имеете шанс спокойно добить 100 тысяч, потому что я уверен, что они специально сделали механику, что их можно заработать даже с нуля, участвуя в этом турнире. Почему возмущение у людей? Ну, многие там имеют сейчас 20 тысяч на аккаунтах, играя там один раз в день, ну, потому что только так можно так мало было за такое время накопить, либо же придерживаются концепции, что мы не донатим ни копейки, даже там транзакцию в 0,1 тонн мы не сделаем. Это их право, это ваше право, если вы такой. Я такой концепции не придерживаюсь, потому что, как показывает тенденция, чем больше вы закидываете, тем больше вы получаете. Я не из того вида игроков, которые закидывают много, я закидываю, ну, типа, максимум там, условно, 25 долларов в таполку, это вот максимум за 2 месяца там, и чаще всего это окупалось. Ну, не чаще всего, а пока в 100% случаях, ну, еще увидим, что там с Камифи выдаст через 6 дней или сколько там, через 2 дня листинг. Ну, мне, в принципе, наплевать, у меня в стейкинге все лежит. Итак, теперь давайте поболтаем про, значит, NotPixel и рассмотрим, что же там за турнир. Кстати, сразу же скажу, обязательно подписывайтесь на Телегу, здесь я все намного раньше выкладываю, здесь много полезной информации, и обязательно заходите в наш чатик, у нас уже здесь почти 240 человек. Активно также будем, вот, здесь создал отдельную тему, здесь будем обсуждать турнир, все, что по нему будет, но в любом случае подписывайтесь на Телегу, там вся инфа раньше. Итак, давайте перейдем к NotPixel, ну, что сказать, пока у нас есть вот такая кнопочка, и до этого они в течение почти полутора недель принимали шаблоны от инфлюенсеров, которые пригласили от 128 пользователей, ну, в игру. Кстати, у меня даже такая возможность была, я подавал заявки, их несколько раз отклоняли, и когда я реально подал ту, которую должны, вот, казалось бы, принять, они просто 5 дней, ну, никак не отвечали, все, то есть, и у многих была эта проблема, он просто висел на ревью, то есть, на проверке, и так и не проверили, и, очевидно, мой шаблон никуда не попал. Ну, это, в принципе, не важно, тут вообще не в этом суть. Как они написали, ваша задача будет в том, чтобы выбрать шаблон какой-то для начала. Прошу заметить, что выбрать его нужно прямо сейчас, поскольку они написали, что уже после старта у вас не будет возможности изменить свой выбор. То есть, какой шаблон выбрали, такой будете раскрашивать. Всего будет 10 этапов, сегодня идет подготовка к первому этапу. Очевидно, он, наверное, начнется завтра, то есть, в четверг, это видео выйдет в среду также, и стоит ожидать каждый день, наверное, по одному этапу. Либо же будет, там, например, 20-12 часов, потом этап подготовки, то есть, опять выбор шаблона. Ну, в общем-то, пока все, что известно, что будут отсеиваться каждый раз половина, я так понял, каждый раз будет отсеиваться половина шаблонов, те, которые проиграли. Шаблон должны раскрашивать люди, и они должны как можно точнее его раскрашивать. Поэтому я увидел в этом логику пока из того, что мы имеем, что нужно выбирать самые простые шаблоны. Например, зачем мне париться выбирать, например, вот этого Джокера, у которого 744 тысячи разных зеленых цветов на голове, или, например, вот этого опидаревшего лепрекона на фоне ЛГБТ-флага, если я могу просто взять какую-нибудь вот такую свинью, очень простую, или вот, например, да даже этот цыпленок тоже посложнее, можно взять, вот, вот, и вы просто посмотрите, идеально, тут три цвета, и, значит, 80%, ну ладно, где-то 65% картинки занято голубым цветом, ну просто супер. Я вот этот выберу, поскольку здесь, ну, процент того, что я ошибусь условно, он намного ниже. Причем, самое интересное, что вроде как они даже выкатили правила, но самое интересное, что пока ничего не понятно, то есть непонятно, ну, очевидно, что, значит, у нас будет 1024 каких-то, ну, на, там, ну, как бы на нашем полотне арта, вот, которые здесь есть, которые мы выбираем. Мы должны их раскрасить. А как это будет? Будем ли мы видеть прогресс других? Не будем ли мы видеть? Вообще ничего не пояснили? Просто сказали, вам надо раскрашивать без ошибок топовые арты, то есть будет все время половина отсекаться, и если вы войдете в топе конкретно по своему арту, то вам за это дадут голден пиксель. Если вы не войдете, вы никаких вообще наград не получите. Опять же, 10 дней, 10, скорее всего, голден пикселей. Кто больше всего набьет, тот, скорее всего, и получит самый большой бонус при аирдропе, не учитывая, скорее всего, даже те пикс, которые уже нафармлены. Это пока, к сожалению, все, что известно. Они буквально зачем-то сделали так, что не пояснили адекватно. Просто каждый раунд будет отсекаться половина, вы должны раскрашивать, должны раскрашивать точно тот, кто в какой-то топ, как среди кого-то не попал, не получит награды. Это все, что они сумели написать за, ну, вот, в своих правилах. Зачем так делать, не знаю. Но, в любом случае, из того, из той информации, которую мы сейчас обладаем, рекомендую вам выбирать самый простой шаблон, потому что его будет намного проще раскрашивать. Это мой личный совет и пока мое видение. Возможно, что-то изменится. Опять же, если изменится, то обязательно в телегу запущу подпишитесь. На этом пока все, друзья. Надеюсь, я вам помог. Пишите свое мнение в комменты про то, что до 100 тысяч всех побреют. Но, опять же, вот я вам просто успокою, не беспокойтесь. Скорее всего, даже с нуля сейчас можно добить 100 тысяч, потому что, скорее всего, турнир продуман так, что если пользователь будет играть, он эти 100 тысяч нафармит. Вот и все. А тот факт, что побреют тех, у кого, значит, нет 100 тысяч, для нас, игроков, которые играют, друзья, это хорошо. Просто представьте, сожгутся все токены АФКшников. То есть, условно, не будет такой ситуации, что, например, давайте представим мир, в котором один токен конвертируется в один токен на бирже. Все. То есть, представим, что у нас supply, там будет триллион, например. Общее количество токенов будет триллион. И вот представьте, если, что будет, если побрить, например, там 10 миллионов человек, у которых лежит, ну, например, по 12 тысяч токенов. Условно, ультра нищее количество. Условно, на листинге это будет, ну, там, 5 долларов. Но просто представьте, если у, там, 5 миллионов забрать по 5 долларов. Это очень хорошо повлияет на невозникновение, вот, значит, не будет возникать дисбаланс между спросом и предложением. Не будет таких типов, которые заходят, и просто огромная масса людей будет сливать там свои, ради 5 долларов, просто стаканом сливают токены. И цена все падает, падает, падает. Потому что, условно, 100 тысяч человек вот так заходят и просто пытаются хоть что-то, хоть что-то унести. А для обычных пользователей, у которых будет адекватное количество токенов, это, наоборот, лучше. Я не эксперт, это чисто мое видение, и я это так вижу. Обладая, там, какими-то минимальными экономическими знаниями и пониманием, хоть как-то, как работает спрос и предложение, мне кажется так. Как будет на самом деле, мы увидим. Пишите мнение о турнире, мне кажется, это будет реально эпично. Посмотрим, что будет. Рекомендую пикать вам пока вот этого дельфина. Надеюсь, он нахуй выиграет. Всем спасибо. Телега в описании. Обязательно подпишитесь на YouTube-канал. Здесь много подобного контента. Всем пока.